доброго времени суток вы на канале фанимашим school с максом селером и здесь повествование идет о том что нужно знать при значит при организации холодильных камер значит варианта начнем с того что варианта есть два приорганизации это самый хороший простой но не дешевый способ это просто заказать специалистов они приехали померили сказали вам выложили сумму если сумма вас устраивает они приехали все смонтировали и уехали на этом все вам остается просто включать и выключать кнопочки это все должно работать другой случай когда та сумма которую они вам предъявят явно вас не устроит на каком-то жизненном этапе и вам придется как-то в этой ситуации находить альтернативные способы сразу скажу что альтернативные способы вам обойдутся раза в четыре дешевле чем те те варианты на которые вам предложат быстро то есть ну сделать поставить вам поэтому вот поэтому вот этот материал имеет место быть и его нужно усвоить перейдем непосредственно к самим установкам что нужно знать в общем и целом потому что вчера был специалист и мне он объяснял для того чтобы надо было переспать с этой информацией чтобы это все осмыслить и сразу я хочу вам это все объяснить вокруг всего это творится гаражные всемирные огонь его как как в любом гараже тут и зерно хранилось ну в общем нету времени там это все в общем и целом холодильные установки принципиально все состоят из таких двух значимых частей ну там можно выделить и три четыре пять и десять но суть не в этом суть в том что есть вот эта штука которая называется выпарник или испаритель вот это бушная бушная такая значит техника вот и пробная такая была покупка у значит у того производителя у которого это все заказывали посмотрим как это все смонтируется как это все будет работать и будет работать ли вообще если все будет нормально то смогу посоветовать вам тоже обращаться в это место чтобы купить такую же технику значит в этом случае вот этот две части это испаритель и вот эта часть сам агрегат который который будет охлаждать фреон который в нем находится ну вот этот причин дал это компьютер который будет вот этой всей системы управлять значит какая проблематика возникла с этим аппаратом на что он как видите с помощью вот этих трубок соединяется то есть одна труба вход вторая обратка вот и по вот этой системе циркулирует здесь вот в этом радиаторе циркулирует фреон подавать этот фреон будет вот этот компрессор который прокачивает этот фреон через всю вот эту систему ну и как видим с другой стороны есть вентиляторы которые что-то там продувают снова через какую-то систему опять какой-то там радиатора логично как все происходит как это все связать воедино то есть фреон прокачивается через вот эту систему там он охлаждается и закачивается превращается в какую-то жидкую форму фреона закачивается вот в эту систему в этой системе он начинает холодный то есть когда начинает испаряться почему он испаритель потому что он испаряет вот этот фреон который из жидкой формы должен как-то превращаться по моему в газообразную при этом происходит как и при любом в испарении он отбирает тепло и таким образом происходит охлаждение через вот эту систему прокачивается воздух то есть он проходит сюда выходит через вентилятор и при постоянном прокачивании значит воздуха через вот эту систему происходит постепенное охлаждение всего воздуха, который находится в вашей камере. Значит, это видео не ставит перед собой цель, я не ставлю перед собой цель, научить вас ставить вот эти холодильные установки, а я хочу просто обратить ваше внимание на то, на те моменты, которые нужно обратить внимание, когда вы будете, допустим, покупать что-то такое вот бэушное, и вы в этом ничего не смыслите, как я. Значит, что нужно обратить внимание? Вот эта система, начнем вот с этого испарителя, на самом деле, это удивительная штука, кажется, как все серьезно так выглядит, массивно, а на самом деле, внутри а вот так, а ничего там нет, потому что вот это все, вот этот весь причиндал, это фактически корыто, корыто, которое будет стекать, что будет стекать? будет стекать тот замороженный конденсат, который будет образовываться вот на этом агрегате, то есть холодный фреон, здесь фактически этот морозильник будет замерзать, и здесь намораживается влага, которая превращается в снег и лед. Если это все дело как-то не очищать, то получается, что здесь будет огромная какая-то глыба-сосулька, которая прекратит работу, она залепит все, и фактически прокачивать воздух не будет возможности. Для того, чтобы этот воздух прокачивался через вот эту систему, значит, вот этот снег и лед надо отсюда как-то удалять. Да! Так, прервался я на телефонный разговор и потерял мысль, но, значит, вернемся к испарителю, значит, воздух, проходя через вот эту систему, охлаждается и с помощью вентилятора, который стоит тут впереди, выдувается. Циркулируя через вот эту систему, подается холодный воздух. Как избавиться от этого, того, что будет намерзать на вот эту штуку, специально в этих, в радиатор штука, радиатор, чтобы избавиться от этого мороза, специально в этих системах-испарителях предусмотрена такая вещь, которая называется тен-подогрева. Вот здесь его не видно, но стоит он, вот там две такие вот торчит, вот такие вот, вот эта железяка, это тен оказывается, да? Значит, что он будет делать? Когда срабатывает датчик компьютера, включается вот этот тен, тен, видите, вот этот стоит под дончик. Под дончик это такая, как тарелка. По сути дела, сюда будет искапывать, вот эта вода стекает и подается вот эта вода через трубочку на вот это, а вот это выводится на улицу. Все вы видели кондиционеры, из которых какая-то пластиковая трубка всегда торчит на улицу, из нее постоянно что-то капает. Вот это капает, это отток влаги, которая натапливается вот из-за этих радиаторов. Когда срабатывает датчик, он включает тен, тен начинает нагревать вот эту всю систему, система оттаивает, стекает вот эту тарелку, из тарелки вытекает в трубку, из трубки удаляется куда-то на улицу. Значит, вся эта система управляет компьютер и на самом испарителе есть два датчика. Один датчик предусмотрен для того, чтобы контролировать температуру воздуха, скорее всего, который отсюда выдувается. Второй датчик, он контролирует работу и включение-выключение вот этого испарителя, который будет оттаивать вот этот радиатор. Радиатор. Теперь непосредственно к самому прибору, вот этому компрессору. Компрессор будет прокачивать через систему трубок. Вот она сейчас здесь отрезана. Вот это все специалист, специалист, который знает, как это все закачивается, он обрезает, спаивает две системы вместе и фреон начинает циркулировать. Управляет всем этим процессом вот этот, так именуемый, компьютер. Значит, ну, здесь в этом виде вы видите, что бушная штука, что-то ее покоцали как-то при температуре, это самое, ну, при включении, вот, работает эта вся система от обыкновенного 220, то есть нет никаких тут особых заморочек. Работает тут вот этот датчик, что-то компьютер, тут есть какое-то программирование, понятно, что инструкции, ничего к этому нет, установки, вот это все, но по уже исследованию специалистам, что оказалось? Оказалось, что здесь есть какая-то понятная система, часть того, что понятно, вот, схемы в понятно нету и он как-то должен догадаться, для чего это все. Вот это все, вот это как обычно заземление, там связывает как-то всю электрику вместе и какие-то провода, которые вообще непонятно, чем занимаются, вот этот красный-черный, вот они, система сама довольно-таки простая, коробка опять же-таки внутри пустая, здесь простое включение, вот, и вот эти два проводка, которые идут здесь, вот это фактически были два термодатчика, термодатчика, один из них должен контролировать работу ТЭНа, на которой это все дело отогревает от того, что намерзает на это, такая же принципиальная система, она везде, она в холодильниках, в морозильных камерах, она везде одинаковая. И второй ТЭН контролирует температуру воздуха внутри самой камеры. Здесь, как видим, они обрезаны. И на предыдущем примере, вот как я уже понял из того, к сожалению, не знал я этого момента, что видим, что вот это сами датчики, сами датчики, они не от той системы, они другие. чем является сам датчик? Вот здесь нужно особо остановиться на том, что сам датчик это какой-то материал, который фактически является оперно-русском, как это будет, сопротивлением. Он является сопротивлением и измеряется в омах, каких-то там килоомах. То есть, сам материал, это какой-то, не знаю, там, проводник, полупроводник, который в зависимости от температуры воздуха меняется само сопротивление. То есть, как этот агрегат, компьютер должен понять, какая температура в самом помещении, если он работает чисто с электрикой. Значит, вот этот датчик, в зависимости от температуры внешнего воздуха, начинает менять свое сопротивление. Система, воспринимая размер вот этого сопротивления, в зависимости от его параметра, включает и выключает подачу электричества. Таким образом, происходит включение или ТЭНа, или самой системы охлаждения. Если сопротивление на вот этом датчике соответствует каким-то параметрам, что температуру нужно понижать, включается система охлаждения. Когда она достигает какого-то другого результата, она отключается и дальше переходит в ждущий режим. Вот так работают вот эти датчики. Но проблема в том, что у разного компьютера разные вот эти датчики. Они ориентированы на восприятие разного сопротивления вот этого, то есть, размера в килоомах разных параметров. И что получается? Что сама система, она может просто даже компьютер не работать. Это компьютер как компьютер, как в любой прошивка, может даже не воспринимать, если это другой датчик. И как в этом возникает некая проблема. То есть, найти определенный или как догадаться, какой здесь должен стоять правильно датчик, с каким вот этим сопротивлением, довольно-таки фактически невозможно. Фактически. Или нужно очень долго с этим возиться путем подбора, то есть, поставить самоагрегат, будет он работать, то, что он работать будет, он будет, потому что мы проверили, работает сама система, дует, все работает. Но как будет работать именно автоматика, то есть, чтобы не приходилось в ручном режиме приходить и включать и выключать вот эту вилку в зависимости температуры. То есть, компьютером работать самому. Чтобы этого не происходило, вот должна работать вот эта система. Но от неправильных вот этих датчиков ничего работать здесь не будет. Казалось бы, какой же выход из этой ситуации, а выход, как оказывается, всегда есть. Если сама, сами агрегаты все исправны, то варианта есть два. Или попробовать запустить то, что есть вот это, или взять вот это все, дело просто отключить и выбросить и заменить всю эту систему другими теми же датчиками, которые будут выполнять функцию вот этого пустого ящика. То есть, сам контроллер, это может быть, он стоит где-то в районе ни много, ни мало, ну, где-то 40-50 долларов стоит контроллер, который будет выполнять всю вот эту функцию, ну, тоже с показателем температуры, программированием и все остальное. И он будет задавать все вот эти параметры и приводить эту систему в рабочее состояние. Значит, из этого всего много сказанного. Если бы я знал вот эту информацию, то я бы сразу обратил внимание при покупке на вот эту штуку отсутствия вот этих датчиков, что на будущее я и буду делать. Это бы сразу бы сняло вопрос там работоспособности вот этого агрегата. Потому что здесь не просто что прицепил датчик, как вы поняли, в зависимости от этого на что запрограммировано, какое сопротивление вот этот компьютер, нужно именно датчики вот этой системы. Определить какую-то фирму или что-то другое, как сейчас обычно там найти какую-то запчасть там от телефона, надо знать какую-то марку, номер его и все остальное. Здесь немного проблематично, что это, где это, тем более система старая, если это вообще в принципе в природе, то ну выход один, что обойдется вот это все немножко дороже, придется купить другой вот этот компьютер-контроллер и на этом вся система заработает. Поэтому в общем и целом не знаю, как я хорошо вот это все высветлил, если будут вопросы, пишите их в комментариях. Непосредственно задача, значит, состоит в том, что систему можно ставить, чем мы в ближайшее время и займемся. согласовали мы, как это все лучше сделать. Действительно в этом случае нужно проконсультироваться со специалистом, он даст вам полезные советы, потому что я себе это представлял совсем по-другому. После консультации казалось, что можно это сделать все более рационально, проще и вот это все трудности в этом не будет, о чем в дальнейшем расскажу. Ну еще там покажу, как это все выглядит, ну ничего такого особо интересного. Вот. И когда будете, придет случай покупать такие агрегаты, вот учтите вот ту информацию, которую я изложил, она полезна в том плане, что я как не специалист именно озвучил ту информацию, которая доступна мне в понимании. То есть дальше вникать в какие-то электронные нюансы, мне нету ни времени, ни желания, пусть этим занимаются люди, которые профессионально этим занимаются, а вот на том уровне, который мне нужно знать, то я вам вот это все и передал. Вот и вроде все о холодильниках. Ну и до следующих встреч на канале Fanny Moshum School с Максом Сейлером. Смотрите, как будем вот это все монтировать, как мы будем все это запускать и адаптировать, для того, чтобы это все дело заработало. А вам хорошего дня или хорошей ночи и до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»